Змей Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. И скрылся, и сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Читая историю творения, слушая проповедь о творении, историю творения, есть определенные ожидания, не правда ли? Лично у меня были бы такие ожидания. История предполагает чудесное развитие всех людей, потомков Адама. Ведь все так прекрасно начиналась история, правда? Великий Творец создает из прахов земного, приближает к своим устам так близко. А прежде мы слышали, был совет, мы сотворим по образу и подобию нашему, того, кто будет олицетворять, венцом будет творение являться. Тот, который будет приходить в общение с нами, будет венцом славы великого Бога. Все так прекрасно, гармонично, друзья, когда мы посмотрим, посмотрели бы на мир, сотворенный Богом, в котором не было абсолютно никакого недостатка, ни пылинки, ни микробы, ни недостатка. Везде было абсолютно стандарты Бога. Почему? Потому что вся Вселенная и все, что создал Господь, находятся в надежных руках, не правда ли? В абсолютно надежных руках, любящих руках заботливого Бога. Руки, которые сотворили Вселенную, и руки, которые контролировали каждое место, каждую живую клеточку в безграничной Вселенной. Но, читая третью главу книги Бытие, мы встречаемся с вами совершенно новой, непонятной, загадочной, непостижимой и чуждой для здравого смысла реальностью. Реальностью, реальностью, от которой веет холодом, она непонятна. Она вивает страх, ужас. Реальность, которая изменила весь абсолютно мир, всю Вселенную изменила. Реальность, которая имеет свое страшное имя. Зло, грех, грех проник во Вселенную. Возникает вопрос, как это могло произойти? Как в совершенно контролируемой Богом Вселенной могло проникнуть зло? И не менее важный, а, пожалуй, самый важный вопрос. А кто же автором зла является? Вы думали об этом, молодежь? Вы размышляли об этом? У меня очень трудная тема. Трудный вопрос, друзья. Чрезвычайно трудный вопрос. Для того, чтобы хоть немножко представить последствия, масштабы этой страшной трагедии, которая произошла во Вселенной, давайте с вами вспомним один маленький эпизод в истории человечества, который нам знаком всем, который произошел не так-то давно при нашей жизни, при нашей памяти. 26 декабря 2004 года. 7 часов 58 минут по местному времени. Тектонические плиты, находящиеся под глубинами океана, в нескольких километрах от северо-восточного части Индонезийского архипелага рванулись с такой силой равной мощности более одной тысячи атомных бомб. Одной тысячи атомных бомб. При этом вызвав 36 землетрясений и вытеснив триллионы тонн воды. Всего лишь через 20 минут океанская волна, движущаяся по поверхности океана со скоростью более 800 километров в час или 497 майлов в час. 497 майлов в час. Сколько самолет летит? Обрушилась на сушу, смывая все на своем пути. А ведь буквально за несколько минут ничего плохого никто не предвидел и не ожидал, не правда ли? Отдыхающие мирно прогуливались по побережью океана, дети мирно спали в своих кроватках, хозяйки готовили дома обед, кто-то звонил, кто-то занимался обычной работой, ехал. Мир жил своей обычной жизнью. Но внезапно все изменилось. Только официальная статистика говорит, что количество жертв цунами этим ранним утром всего за несколько часов составило более 200 тысяч человек. Дорогая молодежь, дорогие друзья, если бы нам представила возможность увидеть в очень сокращенном фильме короткую историю человечества, начиная от Адама и Евы, которые нарушили, обратите внимание, повеление Бога. Как бы выглядел этот мир ни единой секунды, ни единой минуты, ни единого часа на земле не происходило без смерти, без страданий, без боли, без разрушений, без катастроф, катаклизм, болезней, аварий, пожаров, землетрясений, цунами, смерть, смерть, смерть. Иоанн говорит, весь мир лежит во зле. Не нужно обладать проницательностью, чтобы увидеть все это. Я думаю, что в принципе вся история человечества это история страданий и боли. Люди могут спорить, доказывать, не соглашаться с этим, но все сталкиваются с этой мрачной реальностью, и люди задают справедливый вопрос, кто виноват? Кто виноват? Люди, которые отрицают Бога, люди атеисты, люди, которые не верят в Писание, это излюбленные их вопросы. Вам задавали эти вопросы, друзья? Вам задавали вопрос, мне тоже. Согласитесь, трудно вести дискуссию, и трудно даже ответить для самого себя. Я имею в виду ответить достаточно ясно, верно, без ошибок, в полноте, получить полные, абсолютные, развернутые ответы. Невозможно, друзья, я сразу буду об этом говорить. Невозможно. Люди задают вопрос, такие как, почему всемогущий Бог не воспрепятствовал прежде всего падения сатаны и части ангелов. Друзья, когда мы читаем третью книгу «Бытие», мы должны знать, что во Вселенной уже присутствовало зло. Во Вселенной уже присутствовало зло. И люди за это задают вопрос, почему Бог не воспрепятствовал для того, чтобы в том ангеле, в творении Божьем, который обладал уникальными качествами, полнотой мудростью, печатью совершенства, венцом красоты, не нашлось беззакония. Не пришла эта мысль, поставлю престол выше, сяду, взойду, поднимусь. Люди задают вопрос, почему Бог позволил, чтобы первые люди были искушаемые сатаной и при этом не устояли и пали. Люди задают вопрос, как абсолютно праведный Бог допустил, чтобы Господь стоял в мире. Другими словами, существование зла это черная тень, которая падает прежде всего на атрибуты Бога, как Его величество, всемогущество, Его справедливость, Его святость, Его любовь. Например, шотландский философ, безбожник, который жил в 17 веке, Дэвид Юн, сформировал эту проблему следующим образом. Обратите внимание на его вопрос. Желает ли он предотвратить зло, хотя и не может, вопросительный знак? Тогда он бессилен, он делает вывод. Может ли он, хотя и не желает, вопросительный знак? Тогда Бог зол? Или он и может, и желает? Тогда откуда зло? Благодаря подобным этим вопросам или рассуждениям, Бог часто оказывается на скамье подсудимых. И Его творение вступает в роли борца за справедливость, обвиняя Творца в жестокости, страданиях, плохой погоде, смерти нерожденных детей, потере работы, разводах и даже плохой погоде. Друзья, сегодня очень сложная тема. Для меня была она очень сложна в подготовке. Я старался максимально для самого себя проникнуться этим. Вот эта третья глава. Знаете, как-то проходило, когда читаешь, видишь, понимаешь, слышишь, ты чувствуешь в какой-то степени свое бессилие, чтобы получить полный ответ, полную ясность. Тема моей проповеди называется «История грехопадения». Для того, чтобы хоть немного нам посмотреть, я для себя четыре пункта определил, очень кратко, четыре пункта, чтобы нам держать немножко хотя бы в каком-то направлении. Происхождение зла. Первый пункт. Второй пункт. История падения первых людей. Третий пункт. Последствия грехопадения. И четвертый. Существует ли какой-то смысл? Существует ли какой-то смысл в истории грехопадений? Знаете, в Библии есть один эпизод, когда многострадальному Иову, потерявшему все в один миг, детей, десять детей, все свое имущество, абсолютно все, потерявшему здоровье, покрытый проказою, полностью, весь проказою. Жена, которая была, отвернулась и побуждала его, чтобы он похулил Бога и закончил свои страдания. В которой было много вопросов, прежде всего, к Богу. Но Иова были друзья, хорошие друзья, помните. И они пришли к Иову, и от того, что они увидели, в каком состоянии находился Иов, знаете, какая была их реакция, друзья? Помните, молодежь, какая, братья? Громче. Они молчали. Как долго? Семь дней. Писание говорит нам, 2 глава, 13 стих Иова, «И сидели с ним на земле семь дней и семь ночей». Семь дней и семь ночей. И никто не говорил ему ни слова. Пробовали вы находиться в такой ситуации? Вы приходите, и вы понимаете, что вы ничего не можете сказать, не можете утешить. У вас нету никаких ответов. Не говорили ему ни слова, ибо видели, что страдание ему весьма велико. Но вы же не будете сидеть 8, 9, 10 день, либо нужно встать и уйти. Эти люди пытались помочь Иову. Знаете, что они предприняли? Они пытались, друзья Иова, найти ответ о происхождении зла, почему произошло в жизни Иова. Они пытались найти ответ. Но так как они люди были верующие, богобоязнные люди, они не могли на Бога показать и посадить Бога на скамью подсудимых. Они были богобоязнными людьми. Знаете, что они сделали? Во всех бедах и во всем вот этом горе, во всем этом большом зле, которое случилось с Иовом, они обвинили Иова. Помните эту книгу, да? Они обвинили Иова во всем. Вы знаете, Бог не остался в стороне. Это удивительная вообще книга Иова. Бог не остался в стороне, и эти люди оказались настолько неправы, что Бог отреагировал очень веско, очень жестко, очень твердо. Он сказал так, «Вы говорите о Мне не так верно, как раб Мой Иов. Гнев Мой горит на вас, на друзей твоих, за то, что вы говорили обо Мне неправильно, для того, чтобы принял вас. Иов, пусть принесет, принесите жертвы, вы принесите жертвы, а Иов пусть помолится о вас, тогда я приму лицо». Братья и сестры, вот так Бог реагирует на неправильное инпредитирование, объяснение, толкование зла в этом мире. Друзья, я бы очень хотел сегодня быть очень осторожным. Я бы хотел сегодня быть осторожным, чтобы не уподобиться мудрым друзьям. Они были очень мудры, эти люди. Послушайте их невысказывания, рассуждения, глубочайшая мудрость. Я так бы хотел быть осторожным, чтобы не уподобиться друзьям Иова и не сказать, что это неправильно. Второе, о чем бы я хотел сегодня во время проповеди, обращать внимание, друзья, в нашем беседе о зле, о вопросах грехопадения, о происхождении зла, греха и в центре всех наших рассуждений видеть не коварного, хитрого змея или падшего дьявола или беспомощного, бедного Адама, нагого, а видеть святого, праведного и любящего Бога, который на престоле. Потому что написано, Господь царствует, поэтому вселенная тверда и не поколеблется. Друзья, я хотел бы, чтобы наше внимание сегодня, все последующие проповеди, был акцент на Него. Свои размышления о происхождении зле я бы хотел начать с одной очень важной мысли. В богословии существует одно определение, одно выражение теодицея. Два греческого слова. Тео, Бог, дицея, справедливость, праведность. Теодицея. Не обязательно запомнить это слово, запомните слово Бог праведный, Бог справедливый. Теодицея это ответ, это ответ на обвинение безбожников. Теодицея это ответ на скептицизм, на сомнения тем, которые сегодня обвиняют Бога и садят Его на скамью подсудимых. Теодицея это сегодня величайшее утешение для нас с вами, друзья. Мы ограниченные люди, не способны понять весь замысел Божий, проникнуть в тайны величия Бога. Это величайшее утешение для нас. Это ответ на вопрос, почему Бог, будучи святым, любящим, всезнающим и всемогущим, позволил, чтобы зло появилось в совершенном Божьем мире и это зло стало господствовать над своим творением. и так зло существует. И вы знаете, друзья, когда мы задаем вопрос происхождения зла, Библия очень интересно представляет этот вопрос. Библия не дает нам полный, развернутый, подробный, детальный объяснение зло появилось вот так, по таким-то причинам. Интересно, что автор книги «Бытие» представляет зло, проявление зла, точно так же, как и личность Бога, он ее просто не доказывает, он его представляет. Бог есть! Бог есть! Впервые мы встречаем слово «зло» это в книге «Бытие» еще во второй главе. Помните, есть два дерева, дерево жизни и дерево познания добра и зла. Оно не причиняет никакому опасности есть дерево познания добра и зла и есть предупреждение Бога, очень строгое предупреждение 17-й сих 2-й главы, а дерево познания добра и зла, что не ешь от него, не ешь, не вступай с ним в контакт, не позволяй, чтобы оно стало частью твоего естества, не проникло в тебя. Почему? Потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Друзья, вот это веское, строгое, ясное повеление не наивным ребятам, а совершенным творению Божьим, обладающим колоссальной способностью, колоссальным интеллектом. это были удивительные люди. Но в силу каких-то причин, друзья, в силу каких-то причин это произошло. И Библия, как я уже сказал, не дает нам полного развернного от ответа на вопросы, как могло во Вселенной это произойти. Происхождение зла останется, по крайней мере, пока мы на этой земле, друзья. Я для себя это сделал вывод. Пока я на земле в своем теле, в ограниченном своем уме, возможностях, останется для нас тайной. И те немногие намеки, аллегории, образы, которые представлены в Священном Писании падении Люцифера, падении Сатаны, как он из полноты мудрости, печати, совершенства, венца красоты превратился в этого страшного монстра, противника Божия, клеветника, отцом лжи, князем этого падшего мира. И обратите внимание, Библия нигде не дает объяснения, почему, для чего, по крайней мере, в полном развернутом виде, как бы нам это хотелось. Вы знаете, я представляю себе немножко такой детский пример, давайте представим себе прекрасный кувшин самой чистой, очищенной воды, самой-самой лучшей, в которой нету ни малейшей бактерии. И затем в этот кувшин воды мы капаем одну капельку страшного яда. На вид ничего не произошло, вода не изменила своего цвета, запаха, вкуса, ничего. Но один глоток этой воды причиняет смерть человеку. Вы знаете, вот что-то, нечто произошло, дать определение даже, что такое зло, это очень трудно. Мне представляется, знаете, вот после вот этого нарушения, после того, когда произошла вот эта черта, взяла Ева, вкусила и дала мужу своему. во вселенной, в каждой уголке вселенной все изменилось. Все было подвержено начало падения, увяданий, смерти, страданий, болезней, греху, абсолютно все. Вы знаете, когда-то пророк Исаия говорил такие слова, Бог через пророка Исаия давал определение человеку, что есть зло. И 1 глава 6 стих, помните, Бог говорит, если можно откроть этот текст, Бог говорит через пророка Исаия, глядя на человека, от подошвы ног до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необязанные, не смокченные елеем. Вот такой человек. Когда мы смотрим в Писании, зло везде. Иаков говорит, язык наш, это неудержимое зло, помните? Язык неудержимое зло. Когда Господь, смотря на этот мир, книга Бытие, 6 глава, несколько времени прошло, 6 глава, 5 стих, и увидел Господь, что велика разращение человека на земле, и что все мысли и помышления с сердца их были зло. Зло были во всякое время, к чему бы ни прикасался, куда бы человеческий взгляд ни посмотрел, везде было пропитано зло, зло, зло. И страшным этим звеном соединения с этим был этот персональный, личный грех первых родителей. Поэтому мы говоря о зле, мы можем говорить, что существует несколько как бы видов зла, проявления зла, проявления зла. Первое, это существует естественное зло, это безличное, физическое, внешнее зло в форме болезней, катастроф, которые происходят в этом мире. От маленькой бактерии коронавируса до цунами, разрушающего все на своем пути. Физический мир полон разными опасными вещами, которые причиняют страдания и смерть человечеству. Все человечество во времени грехопадения было отдано во власть этого разложения и то, что мы видим сейчас. Красивые улицы Германии, устроенные, прочные дома превращаются в что-то жалкое, хрупкое. В метрополитене Нью-Йорка, куда никогда не проникало сколько воды, вдруг на прошлой неделе обрушивается тысячи десятки, может быть, галлонов воды, вы видели это. И человек настолько беззащитен, это естественное зло. Существует моральное зло, моральное зло связано с личностью, оно внутреннее, оно духовно, это безравственность, это грех, преступление, беззаконие. Писание говорит, что помышление сердца человеческого, человеческого зло от юности его. Писание говорит о том, что в нашем сердце, в сердце человека живет зло. Помните, Христос говорит, что изнутри, из сердца человека исходят помыслы, прелюбояния, блуд, всякая нечистота. Представляете себе, человек носит в себе самом, это сколько зла в своем сердце. Все человечество состоит из грешников без исключения и все эти грешники живут в грешных семьях, рождают грешных детей, общаются с грешными друзьями и весь мир наполнен этими грешниками. Существует сверхъестественное зло, это зло, которое совершается падшими ангелами. Вы знаете, что во время грехопадения в небесных сферах, в духовном мире, в ангельском мире, дьявол увлек за собой третью часть ангелов. Это падшие духи, о которых Павел говорит в послании к Ефесинам в 6 главе «Наша брань против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». И это зло, оно настолько неконтролируемо. И Писание говорит, что ближе и ближе к пришествии Христа, к завершении истории, человечество на той земле, это зло будет распространяться и будет принимать страшные, катастрофические масштабы. А во время великой скорби, где будет одана практически вся власть, практически, это будет что-то происходить страшное. Поэтому мы видим, что Писание нам представляет зло не какое-то материальное, что-то видимое, которое можно закрыть, спрятать, ограничить. Нет, это подобно как страшный какой-то может быть дым, газ, который проникает, может проникнуть абсолютно всюду, в каждую клеточку. И связующим звеном является этот грех прародителей, первых людей. Друзья, очень жутко, правда, очень страшно. Но помните, что мы говорили, мы будем фокусировать свое внимание не на дьяволе падшем, не на падших людях, а будем фокусировать на Боге. Зло существует. Братья Северси, единственный правильный для себя, я сделал вывод, я просто принимаю это факт верою. Оно есть. А что же Бог? Давайте посмотрим позицию Бога. Книга Даниила, 4 глава, 32 стих. Очень чрезвычайно внимательно слушать, смотрите на этот текст. О Боге представлен теперь наш Бог, есть зло, страшное зло, мы увидели эту картину. По воле своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Обратите внимание, откройте, пожалуйста, Даниила, 4 глава, 32 стих. И нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему, что ты сделал? И так мы видим, что в Писании постоянно утверждается господство Бога над всеми событиями, обстоятельствами, как во Вселенной, так и в жизни людей. Книга пророка Исаия, 46 глава, откройте, 9-10 стих. Книга пророка Исаия, 46 глава, 9-10 стих. «Вспомните прежде бывший от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Знаете, друзья, когда происходит тайная трагедия, ищут кого? Ищут виновного, правда? В гражданской ли жизни, в военном, ищут, кто виноватый. И люди ответственные, они пытаются найти ответ, оправдываются, стараются объяснить, пытаются как-то, знаете, объяснить. Бог так не делает. Бог ни перед кем не оправдывается, и Бог абсолютно никому ничего не объясняет. Знаете, мне нравится, Бог не нуждается в защите, и Бог не нуждается в том, чтобы вы его оправдывали. Есть один очень стих, который мне очень нравится. Он показывает вот положение Бога во всей этой вселенной. Вот представьте, знаете, если что-то мы наделали в детстве, и родители заходят, и мы чувствуем себя, не знаем, как себя вести, куда руки, щечки красные, глазки бегают, и не знаем. Друзья, Бог так не делает, абсолютно. Обратите внимание, как Бог ведет себя. Откройте, пожалуйста, этот драгоценный стих для моего сердца, и для вашего тоже. 18 глава книга пророка Исаии. 18 глава пророка Исаии, 4 стих. «Ибо так Господь сказал мне, я спокойно смотрю из жилища моего. Я спокойно смотрю из жилища моего». Как я спокойно? Как светлая теплота после дождя, и как облако росы во время жатвенного зноя. Богу задают вопросы, Бога упрекают, Бога винят, Бога садят на скамью подсудимых, а Бог игнорирует. А Бог говорит, «Я спокойно смотрю из жилища моего». Когда мы смотрим на этот текст, вокруг все бушует. Если у вас Библия открыта, откройте, пожалуйста, 17 главу, 12 стих. Все вокруг бушует, люди бушуют, люди возмущены, и пророк говорит, «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Это позиция и положение людей окружающих». А Бог говорит, «Я спокойно смотрю из жилища моего». Я бы хотел, друзья, молодежь, чтобы ваше сердце сейчас вот испытало вот этот покой. Если в вашей жизни происходит какая-то трагедия, может, произошла. Вы знаете, в последнее время смотрят, часто выставляют похороны. Умирают люди, реально сегодня умирают близкие, родные. Мы получаем постоянно сообщения, просим, чтобы молились, молились тот госпиталь и тот в критическом состоянии. Кого-то близкий кто-то потерял, друзья. И мы задаем вопрос, Господи, почему? Для чего? Как? Посмотрите на этот текст. Возьмите его, запишите, выучите. Я спокойно смотрю. Пусть этот мир, это спокойствие передастся и вашему сердцу. Потому что в жизни, друзья, в нашем непростом мире мы будем продвигаться в непростых условиях. И вновь и вновь обстоятельства жизни будут бросать вызов нашей вере, нашему упованию, нашему пониманию Бога. И так мы знаем, что существует Бог и существует зло. И Бог допустил злу существовать. А теперь будьте внимательны. Он его не создавал. Бог не является автором зла. Он не мог его создать, но он позволил ему быть. И теперь, друзья мои, послушайте еще раз внимательно. У него была определенная цель для него. У Бога была определенная цель. Это очень важно. У Бога был замысел в отношении зла. Какой же замысел имел Бог относительно зла? Позвольте вам процитировать одну фразу, одно выражение, взятым из Вестминского исповедания 17 века. Вестминстерского исповедания 17 века. Прежде всех времен цитирую, Прежде всех времен Бог по своему высшей степени мудрому и святому произволению свободно и непреложно предопределил все, что должно произойти, но при этом Он не является создателем греха. Он не лишает своего творения свободной воли, подчеркиваю, Он не лишает свое творение свободной воли, не устраняет, но утверждает способность вторичным причинам вызвать определенные следствия. Источником греха является лишь творение, но не Бог, который, будучи свят и правен, не может быть ни автором, ни сообщника греха. Вы слышите? И затем очень важная мысль. Все Божьи установления и все, чему Бог по оправданию своему готовил быть во славу Его непостижимой благости. во славу Его непостижимой благости. Бог позволил быть злу для похвалы благодати своей. Друзья, я не понимаю до конца этих слов, но я верю. Мое сердце принимает эту истину. Бог допустил, чтобы в абсолютном совершенный мир пришло зло, про не грех. Произошло грехопадение первых людей от падения Израиля. Множество трагедий в истории земли, чтобы открыть свою безграничную благодать и любовь. Любовь во славу Его. Позвольте процитировать два коротких текста Писания. Послание римлянам. Апостол Павел говорит, 3 глава, 5 стих. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Обратите внимание, если наша неправда открывает что? Правду Божию, то что скажем? Вот вопросительный знак. Интересно, слово открывает, значит проявляет, демонстрирует, показывает. Наша неправедность открывает праведность Божию. Или можно сказать по-другому, можно ли понять праведность Божию, если вы не понимаете неправедности своей. В этой же главе Павел, 3 главе Павел показывает, что Бог верен в своих обетованиях и обещаниях израильскому народу. Даже их грехи от падения и в том состоянии, в котором Израиль сейчас находится, Бог отвернулся от народа своего? Абсолютно нет. Отступление Израиля не может отменить праведности Божией, более того, делает Божью праведность еще более славной. Еще один важный текст, понимаете, сравнение, праведность Божия открывает. Еще один текст, Римлянам, 5 глава, 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Тот же вопрос, смогли бы люди понять праведность без неправедности? Смогли бы понять любовь Бога, не зная греха? как любовь Бога, если невинность, если чистота, если нечем сравнивать? Как узнать ласку, заботу матери и отца, если не болит, если не упал, если не текут слезы? Как ты узнаешь? Смогли бы понять любовь Бога к нам во Христе, если бы мы не были настолько грешны, недостойны и порочны? Братья и сестры, молодежь, смогли бы мы понять значимость страданий Иисуса Христа на Голговском кресте за нас? Нет, не смогли. Крест это величайшее выражение Божьей любви. Это огромное проявление Божьей любви на фоне греха. Когда мы смотрим на крест, где висит обезображенный распятый Бог, мы понимаем, как ужасен грех и при этом понимаем, как величайшая любовь Бога к нам грешникам. И когда люди задают вопрос, где был Бог? Где был Бог, когда избивали младенцев? Где был Бог, когда миллионы людей убивали евреев в Холокосте? Где был Бог, когда убивает нерожденных деток сегодня? Где был Бог? Позвольте ответить. Бог был там и тогда, когда распинали Его Сына Иисуса Христа на Голговском кресте, когда люди обезображили падше всякого человека и распяли Бога, Бог был там и Бог является на престоле. И Он доказал, Он доказал Свою любовь. Если ты не отдал сердце Своего еще, если ты не понял Евангелие, посмотри на Голгофу. Там висит Бог. Он торжествует над всяким злом. Он доказывает, что когда-то придет время, и зло будет уничтожено. И правда Божия восторжествует. История падения первых людей. Знаете, при поверхностном течении Священного Писания третьей главы книги Бытия может показаться, что они содержат очень простую детскую историю о мужчине и женщине, которые вкусили плод, были изгнаны из рая. Но это не так, друзья. Бог дал возможность, чтобы история и творения, история падения, история искупления была доступной нашим детям. моей внучке три года. И я так рад, что она в три года понимает по-своему Евангелие. По-своему. На уровне трех лет. Читая историю грехопадения. Я приглашаю в это утро, приглашаю вас в одно из самых удивительных, потрясающих мест на земле, в Едемский сад. Удивительное место, Едемский сад, место, куда поместил Бог, где не было абсолютно никакого недостатка. Интересно, как начинается вот эта история. Первое слово, которое упоминаем в третьей главе, начинается. Слово «змей». Вы знаете, читаем, «змей был хитрее всех зверей, полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешь я от какого дерева в раю». Вы знаете, когда мы говорим о грехопадении и как-то стоит слово «змей», мы можем как-то несерьезно к этому отнестись. Грехопадение и змей, что здесь особенного, какую он грозу может представлять? Но это не совсем так. Это был особенный змей. Библия говорит, обратите внимание, что змей был хитрее всех зверей полевых, которые сотворил Господь. На языке оригинала слово «хитрый» имеет еще и другое значение. Можно использовать слово «сообразительный» или «мудрый». То есть сказано, что змей был самый мудрый и самый сообразительный. Вот эта идея, она подтверждается в Писании о том, что Бог сотворил дьявола. Помните, мы и снова говорили сегодня, напоминаю, венец красоты, печать совершенства, полнота мудрости. Но в Едемском саду мы встречаем уже падшего ангела в образе змея, сообразительного на злое. Интересно, что в еврейском языке слово «сообразительный» звучит как «арум». А слово «проклятый» звучит как «арур». Это подчеркивает ужасную перемену, которая произошла со змеем. Мудрый превратился в проклятого. Мудрый превратился в проклятого. Первые люди, невинные и чистые, откликаются на диалог. Я думаю, что у нас нет времени, чтобы нам раскрывать всю суд. Я хочу обратить внимание на одну важную вещь. Наверное, может, является корнем, сущность, самой важной. В чем же произошло? Обратите внимание, дьявол начинает диалог и ставит вопрос таким образом. Подлинно ли сказал «Бог не ешь ни от какого дерева в раю?» По сути, он спросил, разве Бог действительно сказал это? Ставит под сомнению. Почему он спрашивает так? Цель сатаны, который вот воплотился в этого змея, была проста заставить Еву засомневаться в точности Божьего повеления и потолкнуть ее к возможной неправильной интерпретации слов Бога, Божьих слов. И знаете, ему это удалось. И женщина вступила в дискуссии со змеем, передала ему Божью заповедь, но уже в своей интерпретации, обратите внимание, сегодня говорят, да что там важного? Где-то написано, где-то запятая, где-то одно слово. Друзья, чрезвычайно важно Божье слово. Бог вложил определенный смысл. И важно смысл узнать этот смысл, передать этот смысл и понять для себя. Поэтому она нарушила этот порядок. Вот они, слова ее, плоды от дерева можно есть только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Слово, чтобы вам не умереть, это совсем не то, что сказал Бог, друзья. Вот в чем разница. Он сказал, в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот, слава Бога, они не могут быть изменены, откорректированы или каким-то образом истолкованы неправильно. Это очень важно. Но дьявол тут же воспользовался ошибкой и дальше начал с ней говорить, да, он убеждает ее, нет, нет, не умрете, предлагает ей одну идею, ибо знает Бог, что день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, вы будете как Боги, знающие добро и зло. Друзья, возникает вопрос по отношению к Адаму и Еву. Почему? Они не были наивны, они были удивительным образом созданы в величайший интеллект, способность коммуницировать с своим Богом, давать название творению. Друзья, мы не знаем, друзья, мы не знаем, у меня нет ответа, но я точно знаю, что зло проникло тогда, когда Ева послушала, потом посмотрела, потом согласилась со словами дьявола и потом осуществила, вкусила и дала своему мужу. Адам и Ева совершили свой выбор осознанно и результатом грехопадения не застали долго ждать. Интересно, результат грехопадения очень кратко. Первое, что происходит с людьми, которые нарушили Божий запрет, у них открываются глаза. Помните, Сатана обещал им, что у них откроются глаза и они будут как боги, знающие добро и зло. Какая заманчивая идея, как боги, знать добро и зло. Открываются глаза и первое, помните, мы читаем, и открылись глаза, седьмой стих, и открылись глаза у них, обоих узнали. И что они узнали? Катастрофа. Они узнали, что они наги. Пришел стыд, пришло смущение, пришел позор, пришла пустота, пришла катастрофа. Они сшили смокомные листья, чтобы опоясаться. Вот какое знание пришло. Но приходит самый более важный момент. Приходит бесповоротный, неизбежный момент в жизни падшего человека, когда он встречается с Богом. Друзья, никто не избежит встречи с Богом. И в этой ситуации мы снова видим, Бог спокойно приходит и начинает беседу, спрашивает, «Адам, ты где? Что случилось? Не ел ли ты плодов с дерева?» Адам, он не кается, не оправдывается, он обвиняет Бога. «Это жена, которую ты дал мне, она дала мне, и я ел». Есть обвинение Бога. Но что ценно, друзья, очень ценно. Помните, мы говорили, мы всегда будем в центре держать во внимание Бога. В том же Едемском саду, на месте, где совершено грехопадение, где Бог дает определение наказания змею, прежде всего, жене, Адаму, происходит нечто удивительное, потрясающее событие. Как бы ни было велико падение человека, но еще более величественным оказался Бог в своей милосердии. Грешнику была явлена Божья любовь. Как это произошло? Обратите внимание на 15 стих. 15 стих мы кратко прочитаем. «И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Вот этот данный стих представляет особую важность в понимании истории искупления. Друзья, мы сегодня говорим «История искупления». В этом стихе впервые прозвучало Евангелие. Можем себе представить там, где произошло грехопадение, там, где происходит суд, звучит Евангелие. Благая весть об Иисусе Христе, который придет и поразит змея в голову. Это говорит о том, что Бога все под контролем. И Богу не надо время, чтобы как-то выйти из кричистской ситуации. Прошло несколько дней, Бог совещается, где-то возвращается. Что же делать? Адам согрешил. Бог наш не таков, друзья мои, у него все под контролем. И он провозглашает свое Евангелие. У него был замысел в отношении грехопадения только греха. Этот замысел следующий. Агнец. Агнец, который был заклон прежде создания мира, воскресения. Наше служение будет удивительное. Я больше всего люблю эти служения. Когда здесь стол, когда здесь простой хлеб и маленькие капчики с глотком вина. Всякий раз, когда я беру этот хлеб, глоток вина, что-то удивительное. Это очень личное. Простите, золнован Агнец, который взял грех. Можно вам задать вопрос вы отдали сердце акцию. Вы приняли Иисуса Христа своим Господом. Вы приняли Его власть и господство в своей жизни. Если нет, если Дух Святой работает в вашем сердце, сделайте это решение. Решение можно сделать по-разному сейчас, после обеда, в личной беседе. Не отверните голос Духа Святого и благодати, который открывает вам Евангелие. Проблему зла понять и решить нельзя при помощи разума или логических объяснений. И, несмотря на то, что Библия не дает развернутых ответов о происхождении зла, тем, кто верит словам Божьим, Бог обещает, что наступит время, отверстие, всякое зло и дьявол будут уничтожены, наказаны и будет справедливый Божий суд. А еще я твердо убежден, что в вечности Господь даст нам полное объяснение. И все вопросительные знаки, миллиарды вопросительных знаков, печали, скорби, слез, они превратятся в восклицательные знаки, во славу Акца, которые будут на престоле во веки веков. Свою проповедь я хотел бы закончить одной маленькой фразой. Роберт Карсон разумно заметил, Иов повел себя так, как ведет себя ребенок. Когда в кромешной тьме крепко сжимает руку Отца, он научился доверяться тому, кто властен не только оберегать, посылая благоденствие, но также тому, кто властен посылать и необъясимое зло. Я бы так хотел, друзья, дорогая молодежь, что когда мы сегодня говорим о такой сложной теме, уподобиться этому Иову, который положил свою руку в руки всемогущего праведного Бога. И Он поведет нас, и Он проведет, даст свое величайшее утешение и ответы на все вопросы в свое время. Сейчас у нас будет время для молитвы. Я бы хотел, у кого есть возможность преклонить колени свои, я бы так хотел, чтобы сегодня в этом зале, когда такое прекрасное песнопение звучит, поклонение к Господу. Мы могли кратко просто поблагодарить Бога, я хотел бы те спасенные, рожденные свыше, кратко поблагодарить Бога за спасение, за искупление. А для тех, кто еще не принял Господа, у вас тоже есть возможность сказать Богу, открыть свое сердце, свои вопросы. Как это вы сделаете, Бог вам поможет. Да благословит нас Господь, во славу Христа. Аминь. Помолимся склонничься. Спасибо. Спасибо.